Микс Ньюс Добрый день, в эфире передача «Встретились, поговорили» Я её ведущая Евгения Шафранок Помогает мне звукорежиссёр Родион Золотарёв Сегодня у нас в гостях писатель Яна Вагнер Российская писательница Добрый день Здравствуйте Мы хотели сразу бы, наверное, сказать, что Яна здесь по поводу 16 ноября, то есть завтра в 6 часов вечера в книжном кафе «Полярис» Пройдёт творческая встреча по адресу Eriti3 Вот, Яна, о чём вообще эта встреча будет? Дело в том, что сейчас вышла моя книга Роман Вон Гозера Это переиздание Первый раз он вышел в 2011 году Потом его довольно долго не было А сейчас он вышел в кинообложке Это приурочено к выходу телесериала «Эпидемия» Такой первый в России сериал о конце света Но это антиутопия Антиутопия всё-таки немножко другое Антиутопия рассказывают о том, как мир сложился уже как-то после какой-то катастрофы А у меня как он рушится Это прямо вот в моменте Я видела, кстати, трейлер к этому фильму И только сегодня, готовясь к интервью, связала его с вашим романом Потому что в трейлере... Называется он, потому что по-другому Да, он называется «Эпидемия» И тут я тоже пошла смотреть Думаю, была же экранизация Вроде собирались, надо поизучать Как вам режиссёрская версия? Вы видели уже, посмотрели? Я смотрела пока только пилотную серию Целиком Сериал ещё не видели даже актёры Мы недавно встречались на премьерном пресс-показе Так что, там режиссёр не видел ещё полную версию? Ну, я думаю, что он, поскольку он монтировал Скорее всего, единственный, кто на самом деле точно знает, что там Это режиссёр Потом он перестал отвечать на телефон Да-да-да-да-да Сменил телефонный номер Перестал отвечать на письма Ну, словом, пока никто не знает, что там будет дальше Я видела только пилотную серию И могу сказать, что, конечно, она серьёзно отличается от книжки Как всегда бывает с экранизацией То есть, в вашем случае, они не оставили даже название? Названия меняют часто Меня это, конечно, ужасно возмутило Я довольно долго настаивала, чтобы немедленно вернули моё в Вонгозеро Но поскольку Аргумент какой был? Для того, чтобы все знали, о чём речь Дело в том, что на самом деле Проектов с названием «Эпидемия» И в Голливуде, и в литературе Ну, навскидку можно назвать 4 или 5 Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы там оставалось что-то Что привязывает эту историю конкретно к источнику Но в этом писателя никто не спрашивает То есть, вас же не спрашивают, что оставить от вашей книжки в кино Точно так же вас и не спрашивают, как его назвать Но не обидно? Как вам сказать? Нет, ну, безусловно, я предпочла бы, чтобы Экранизировано было до буквы всё, что я написала Ага, чтобы вначале там «Яна Вагна» Вот это есть Вот это есть Вот это есть Да, да, это есть Это есть и в трейлере, да Это мне очень льстит Вообще мне очень льстит, что первые русские сериалы «Конце света» сняли именно по моей книжке Потому что книг у нас на эту тему написано немало, а фильмов пока ещё особенно не снимали Вот помните это ощущение, когда вам сказали уже, вот будем экранизировать Вот это вот, что внутри произошло в этот момент? Это случилось, честно говоря, довольно давно Потому что предложение экранизировать «Вон Гозер» мы получили в 2012 году Это было примерно через год после того, как вышел роман И тогда я, конечно, упала в обморок, разумеется, мгновенно Прямо буквально? Нет, не буквально, но условно Я была потрясена С этой книгой случилось вообще довольно много необычных вещей Мне даже иногда кажется, незаслуженно хороших Потому что она вышла на бумаге через два месяца после того, как я её дописала Потом нам предложили сразу где-то в течение первого же месяца или двух перевести её на иностранный язык Она переведена на сколько? На 11? На 11 или на 12? Вот я сейчас боюсь вам наврать, всё время пытаюсь И там были даже какие-то такие экзотические, монгольские Последний перевод монгольский Монгольский, да, да, да И я уже видела обложку Не могу воспроизвести название, к сожалению Тоже не «Вон Гозера» называется Я перевела себе гугл-транслейтом Называется «Дорога к озеру» И как это звучит по-монгольски? Вот, к сожалению Аглы Сложное, с твёрдыми знаками У них же кириллица, да То есть я даже не знаю, как это произнести вслух Но ужасно радуюсь, конечно И, в общем Вот, кстати, по поводу книг Я как раз недавно тут прочитала о том, что у вас, например, во Франции тиражи зашкаливали В России они чуть меньше, может быть, были, да Особенно, если мы говорим о Вон Гозере В Англии вообще не продавалось На английском Амазоне лежал полгода один и тот же, как мне казалось, экземпляр Там было всё время написано «Last one or the soon» И я всё время думала, сама её уже куплю, чтобы она у меня на полке стояла Бедненькая моя книжка, чтобы я не была анализировала Почему во Франции пошло, а в Англии не пошло? Дело в том, что судьба книги зависит от огромного количества факторов Первый, конечно, самая главная причина – она должна быть хорошо написана Потом она должна отозваться в читателе Потом очень зависит, конечно, то, что с ней происходит От того, как себя с ней ведёт издатель Что он предпринимает для того, чтобы о ней рассказать Ну и, разумеется, особенно в случае с переводами Гигантская роль перевода Плюс, конечно, влияет ещё вот эта взаимная химия Между писателем и читателями С французскими читателями мы невероятно хорошо совпадаем Я не единственный везучий российский автор, у которого очень хорошие тиражи У которого все романы переведены на французский Таких много У нас практически все сегодня современные, заметные русские авторы На французский переведены и их знают хорошо во Франции Просто потому, что вот у нас взаимная химия с французами Не зря мы шампанское любим Что-то вот здесь Вот мы в Париж, в Париж, понимаете Это такая взаимная очарованность Ей лет, наверное, 300, может быть, 400 А они в Санкт-Петербург, в Санкт-Петербург Приходят читатели на встречи Французские читатели начинают рассказывать Когда они были в России, что они там видели Что они когда-то учили в школе язык русский или в институте Я каждый раз задаю им вопрос Скажите, а зачем вы учили русский язык? То есть я понимаю, что есть языки международного общения Которые вам нужны для бизнеса, еще для чего-то Француз может начать учить русский только по любви Ну вот из каких-то сентиментальных соображений Потому что хочешь сложный язык, возьми китайский Он хотя бы пригодится больше, да? Вот они говорили, мы хотели учить русский, чтобы читать Толстого в оригинале, чтобы приехать в Санкт-Петербург А англичане снова бы, наверное Ну, нет, надо сказать, что у нас с англичанами тоже очень много общего Мне так кажется В любом случае наша влюбленность в английскую классическую литературу не случайна Нам этот характер очень хорошо понятен Дело в том, что просто по статистике Наибольшее количество книг в мире пишется на английском языке Англоязычная литература самая большая, разнообразная и богатая И процент переводной литературы на английском книжном рынке На англоязычном книжном рынке 2% Просто они не успевают заметить иностранцев У них очень много своих прекрасных, больших писателей, интересных Я хочу напомнить, что у нас в гостях писательница Яна Вагнер Если вы хотите задать свои вопросы или как-то прокомментировать 6721-2939 6721-3939 Телефоны прямого эфира Звоните, высказывайте Выражайте восхищение Вы сказали о том, что эта связь между писателем и читателем Она очень важна И при этом вы говорили о том, что герои должны быть максимально искренне прописаны Это тоже такая доля искренности и честности, в первую очередь, писателей Так вот, сразу за этим вопрос Как вы добиваетесь вот этой связи с читателем? Вы заранее как-то продумываете? Она естественным образом появляется И вот эта искренность, в чём она выражается? Вот вы, не знаю, прячете свои личные чувства за лица героев? Или это как-то по-другому? Потому что я читала книги ваши, да? Они, да, они искренне, они честны Но там же есть процент вымысла какой-то Можно же переиграть эту ситуацию И там по-другому как-то герой заставить себя вести То есть вот где эта честность? Как она, в чём она выражается? Единственный секрет, который я могу выдать таким образом Для того, чтобы ваши персонажи получились живые Придётся говорить правду И это необходимость То есть нельзя заставить героя делать то-то и то-то Нельзя подталкивать его по сюжету Вам нужно придумать этот характер Для того, чтобы он придумался Вам придётся отдать ему что-то личное всё равно Иначе он у вас не оживёт Вам нужно что-то из себя взять И отдать ему Не боязно? Это совершенно неприятно Это абсолютно делает вас беззащитным Я бы запретила законодательно Знакомым, родственникам и друзьям Писать или читать их книжки Потому что вы предстаёте Абсолютно беззащитным Совершенно раздетым Перед теми, кто вас знает Поскольку обнаружить, откуда растут ноги У каждого описанного сильного события Которое есть в ваших книгах Люди, которые вас хорошо знают Могут попробовать Даже если они окажутся неправы Вы всё равно будете Ну, вы всё равно в опасности находитесь Это всё равно такое незащищённое состояние И да, это больно Это неприятно Но более того, вы, когда начинаете Вот эта степень откровенности невыносимая Которая обязательно нужна писателю Она неприятна ещё и для вас самого Когда вы пишете Потому что вы должны в первую очередь Себе ещё признаться, что в вас это есть Как человек вы бы себя не признались А как автор должны Ну, то есть Писать неприятно Ну, это такая хорошая психотерапия Нет, вы же себя не лечите при этом Вы только признаёте То есть человек пишет своими неврозами Ну, хорошо, вы вытащили из себя всё это А что потом? Как это обратно запихать? Никак Вот оно там так и лежит Живи теперь с этим Да, вот оно там так и лежит И все это видят, понимаете? То есть это такой эксгибиционизм отчасти Психологически Да, в этом нет удовольствия Это такой процесс неловкий и мучительный Ну, вот вы пишете детективы Вы пишете какие-то апокалиптические романы Доктор, откуда у вас такие картинки? Почему? Мама меня всё время спрашивает Что случилось, доченька? Как же так, говорит она Почему они все умерли? Зачем ты пишешь такие страшные тексты, говорит мама? И я, честно говоря, не могу ей ответить Ну, знаете, что Давайте вы нам ответите чуть-чуть попозже на мой вопрос У нас звонок Давайте Надевайте, пожалуйста, наушники Мы его сейчас примем Да, добрый день, говорите, пожалуйста Добрый день, Александр Здравствуйте Скажите, пожалуйста Как вы относитесь к тому, чтобы стать известным писателем Нужен пиар Ну, скажем, нужно вам стать Нобелевским лауреатом Как Алексеевич, такая писательница А для того, чтобы стать Нобелевским лауреатом Вам надо написать что-нибудь такое Русофобское Чтобы на Западе вас заметили И дали вам сразу Нобелевскую премию И тогда у вас тиражи Моментально поднимутся И вы станете всемирно известны Спасибо Это сейчас рекомендация была, да? Я так понимаю Вот вам, вы можете сразу Мне в таком случае, скорее всего, Нобелевской премии не видать Потому что я не испытываю русофобии Являясь русским писателем Было бы сложно ее испытывать Дело в том, что мне не кажется Вообще премиальный процесс Целью Целью кого бы то ни было То есть Не стоит писать ради того, чтобы получить Нобелевку Не стоит писать ради того, чтобы получить большую книгу Не стоит писать, чтобы получить премию Ясная Поляна Стоит писать для того, чтобы тебя с удовольствием читали Чтобы твоим читателям было хорошо, с тобой интересно Чтобы, может быть, ты почувствовал, что ты, когда пишешь Что-то в себе такое разматываешь и понимаешь Безусловно, не буду лукавить Каждому из нас хочется быть успешным И хочется, наверное, и денег, и славы, и прочего Но это же не самоцель Ради денег пишут Писать нет смысла Потому что есть очень мало писателей У которых есть Роллс-Ройс у подъезда и прочее Для того, чтобы зарабатывать много денег Есть гораздо более простые, легкие способы Поэтому люди все-таки, как правило, пишут из любви Из невозможности этого не делать Из потребности А все остальное уже или получается, или нет Тот неловкий момент, когда один звонок слушателя Перекрыл восемь твоих вопросов Это тоже не так плохо Чтобы ты писал, у тебя был Роллс-Ройс Нужно быть с Семеном Слепаковым Кстати, вот не обидно Например, комедийный и стендап-жанр Он вполне сейчас популярен Я была удивлена, когда увидела Пошли на машину, купил себе Семен Слепаков А вот писатель, который пишет прекрасным языком И при этом замечательно владеет словом Таких денег не получает Знаете, я хочу сказать, что Семен Слепаков Оказался невероятным сценаристом Очень талантливым и большим Я не знаю, смотрели ли вы сериал «Домашний арест» Который у нас прогремел невероятно Да, и это действительно искусство Причем сложное искусство Большое искусство У него огромный не просто комедийный талант А драматургический талант Он талантливый человек И совершенно не случайно Не знаю, какую машину он себе купил Но он ее заслуживает Заслуживает И дело в том, что Ну, вот как вам сказать Справедливый, несправедливый Ну, я считаю, что всем хорошим людям Обязательно нужно раздать по Роллс-Ройсу В идеальном мире Когда мы придем к власти Знаете, как говорят Всем хорошим людям Особенно писателям Всем дадут сразу Так, вот здесь мы расходимся Значит, в идеальном мире Всем надо раздать по Роллс-Ройсу А в книгах у вас все умирают Почему? Нет, ну, не скажите Почему все? Ну, не все, не оттуда Убийцы иногда выживают В третьем романе Никто не спрятался Я убила всего одного человека Ну, как красиво Ну, что делать Это жанр образовывает Все-таки герметический А потом взяли и перессорили Остальных девять Вот так это случается Восемь Конечно, да Мне хотелось поговорить Мне не хотелось никого убивать Просто это была необходимая Составляющая завязки Я очень люблю мучить людей в книжках Потому что люди на грани истерики Начинают говорить правду очень быстро А в жизни они не так просто даются? В жизни, в жизни, да Мне часто задают вопросы Зачем вы такие серьезные темы Заворачиваете в жанровую оболочку То же самое можно было бы рассказать И не в детективе, например Обсудить, почему эти люди Которые много лет знакомы Так несчастливы друг с другом Так друг друга мучают много лет И боятся себе в этом признаться Можно было бы и без убийства Можно было бы наблюдать за ними 20 лет И так или иначе, рано или поздно Это как-нибудь бы выяснилось Проблема в том, что мне очень хотелось при этом Чтобы всем было интересно И мне в том числе Я очень люблю герметические детективы Поэтому я просто совместила Одно удовольствие с другим И поговорила обо всем, о чем хотела И при этом никто не скучает У нас еще один звонок надевает А, нет, он сорвался Перезвоните, пожалуйста Вот, перезванивают Да, хорошо Сейчас я обратно Добрый день Добрый день Во-первых, спасибо, что познакомились с новым интересным автором А во-вторых, вопрос Как вы относитесь Ну, не секрет, что чтобы автора читали Нужно, чтобы его книги были в широком доступе Как вы относитесь к цифровому пиратству Спасибо, да Я к цифровому пиратству отношусь, конечно, с сожалением Дело в том, что, разумеется, каждая книга, которая скачана бесплатно Автору никак не помогает Мы уже коснулись того, что доходы у авторов не такие уж великолепные Поэтому, разумеется, для того, чтобы человек мог писать Только писать И не заниматься ничем другим Не уходить в кино Например, писать сценарии для ситкомов Не заниматься какими-нибудь смежными видами деятельности Только писать книжки Неплохо бы, чтобы все-таки он зарабатывал на этом Он не рассчитывает на какие-то сверхдоходы Но так или иначе, эти доходы должны быть хотя бы достаточны Для того, чтобы он мог просто жить, занимаясь своим трудом Но, с другой стороны, это неизбежно И мы все это прекрасно понимаем У нас сейчас статистика Мы ее время от времени Как-то раз в несколько лет Сверяется, что происходит с рынком Электронных тех же книжек У нас, на удивление, люди начали платить за электронные книжки Люди начали даже платить за сериалы То есть они подписываются на платные платформы И действительно платят деньги за то, чтобы посмотреть Не дожидаясь, пока их выложат на торрентах И количество аудиторий, которые думают о том Что если ты хочешь, чтобы тебе следующую книжку тот же человек написал Не через 10 лет, а через 2 года То стоит ему, наверное, эти 100 рублей несчастных отправить Оно как-то растет Ну, может быть, никогда оно не достигнет 100% Да и бог с ним, в конце концов Ничего страшного 99 тоже не такая плохая Ну, 99, это тоже утопия, конечно Да, но так или иначе, словом, я, честно говоря, все-таки призывала бы Не жадничать и вот эти вот копии электронные покупать, а не скачивать Потому что это действительно очень обидно авторам У нас сейчас будет небольшая пауза Как раз о том, почему вы пишете такие грустные книги Ну, они не грустные Они, как ваша мама говорит, страшные тексты Но они даже не страшные Я даже не знаю, как это описать Но, тем не менее, почему такой светлый, радостно улыбающийся человек Пишет книгу, где все умирают Опять все умирают Ну, хорошо, в эпидемии умирают все, например Вон Гойзере Нет, тоже не все Вон Гойзере как раз Я довольно гуманно еще обошлась со своими персонажами Я во второй книге, которая называется «Живые люди» Часть из них поубивала, но тоже далеко не все Она тоже будет экранизирована Мы рассчитываем на это, надеемся То есть права на экранизацию проданы И все будет зависеть от того, как сложится судьба у первого сезона «Эпидемии» Посмотрим Мы сейчас ее тоже в кинообложке переиздадим «Живых людей» Они тоже появятся в начале следующего года Я попробую объяснить Я люблю драму Давайте мы примем звонок Давайте, да, хорошо На этот вопрос вы пытаетесь ответить третий раз уже Да, добрый день Добрый день Здравствуйте А как вы относитесь к плодовитости некоторых авторов Чуть ли не каждую неделю по новой книге? Понимаете, я бы могла поверить Если что, она, может быть, сама пишет Много таких женских романов Если бы там не получалось так Что в одном романе Герой атлетически сложен Во втором написано, что у него узкая грудь Потом у кого-то там Он холостой А потом в другом романе у него теща И зять и тому подобное Как-то вот Ну, не знаю Неприятно иногда такое читать А вообще, я недавно только с вами познакомилась Я купила книжку Ой, как же она называется-то? Маша там еще Маша Кто не спрятался Кто не спрятался, да-да-да Кто не спрятался, я не виноват Книга очень интересная Там она очень психологическая Спасибо большое Конва Это как-то получается Ну, просто как конва На самом деле очень много Вы рассказываете про их жизнь и все И хотелось бы знать Маша выживет или нет Понимаете? Вы сейчас в эфире Всем выдадите Выдадите секрет Спойлер Да-да-да То есть мы сейчас В эфире Мы в эфире не можем обсуждать Чем кончился детективный роман Потому что нас проклянут Поклонники детектива Сейчас кто-то как раз Дочитал последние 10 страниц Такой, ну нормально Заплакал и порвал книжку Спасибо вам большое Я читала конец середины Поэтому я уже знаю Спасибо вам большое за вопрос Мы сейчас попросим Яну сразу ответить Да, давайте я отвечу Спасибо и дальнейших успехов Спасибо вам огромное По поводу того, с чего Начался вопрос слушательницы Как объяснить появление Плодовитых некоторых авторов Ну, конечно, для нас Ни для кого не секрет Плодовитность авторов Которые выдают по 10-15 романов В год Объясняется тем, что пишут коллективы Что это коллективное творчество Есть бренды Так называемые Литературные рабы Литературные проекты Да, в которых существуют Да, вот эти вот Литературные рабы Которые пишут Под общим названием И, ну Это, наверное, тоже имеет Право на существование Просто В зависимости от того Какие книжки вы хотите читать Вы можете выбрать Понятно, что один человек Не в состоянии написать 10 книжек в год У нас был только что Еще один звонок консервации Пожалуйста, перезвоните Мы просто не всегда успеваем Переключиться Отреагировать Пытаемся иногда что-нибудь Ответить Да, пытаемся ответить Вы говорили, что пишете медленно Вот в отличие от этих плодовидных авторов Да, меня в этом же подозрить сложно Меня бы уволили из издательского проекта Немедленно, потому что На меня нельзя рассчитывать Я первую книжку писала Написала довольно быстро Вон Гозера был написан Примерно за год Живых людей я уже писала полтора А вот Кто не спрятался Мой третий роман Я писала четыре с половиной года Мне кажется, что эта тенденция страшная Страшная, да Потому что есть ощущение Что четвертый роман Я могу писать уже 10 лет Да, и так далее В общем, до пенсии осталось не так много Нужно поднажать У нас еще один звонок Надевайте, пожалуйста, наушники Добрый день Здрасте Здрасте В наше время Некоторые герои соцсетей Намного популярнее, чем когда-то Герои соцтруда Вот какая от этого польза обществу И что с этим делать Вы имеете в виду пользу блогеров, которые пишут? Мне кажется, я поняла вопрос Дети, всякую глупость Популярные деньги Хорошо, спасибо большое за ваш вопрос Ну, что касается популярности Кого бы то ни было Она всегда у кого-то вызывала сомнения Разумеется, популярность юного ютубера Или инстаграм-блогера Среди его же сверстников Абсолютно непонятны людям нашего возраста Потому что его интересы нам не близки И тем не менее Своим сверстникам он зачем-то нужен Он отвечает на какой-то запрос Поэтому Точно так же Мы можем задумываться над тем Почему популярны рэперы Если нам не нравится рэп Почему популярны писатели Если мы не любим читать Почему популярны актеры Если нам не нравится, как они играют Это неизбежно, к сожалению То есть популярность Это Ну, такой закон природы На него нельзя повлиять Вы не можете заставить всех любить То, что кажется вам хорошим и правильным К сожалению, это так не работает Иначе в идеальном мире Все бы любили только то, что нравится нам самим Да, и у всех было по Роллс-Ройсу Да, кстати Вот по поводу скорости написания романов Вы как раз сейчас говорили о том Что пишите медленно Четыре года – это большой срок для написания романа Ну, расскажите Можно и десять потратить Как Донна Тарт, например И с большой пользой Да Вот тут прям Донна Тарт – это прям аргумент Не поспорь Да Мне тоже нравится очень Но тем не менее Деньги как-то надо зарабатывать Хватает ли, скажем, заработанного с одной книги На то, чтобы вы могли сидеть четыре года И писать другую книгу Или идут какие-то проценты Это вообще за счет чего живет писатель? В России гонорары писательские, конечно, не такие, как гонорары успешных писателей в Америке Я люблю приводить пример По слухам Никто не знает точно Но по слухам Виктор Пелевин получает миллион рублей за роман Никто не знает, правда, это или нет Но предположим Даже там Пелевин не знает Да Сидит сейчас, слушает, думает Где? Что ты врешь, Яна, думает Где мои деньги? Словом, есть такой слух Ну вот и представь И это, скажу сразу, что это нереалистичный абсолютно для всех остальных писателей В России гонорар За роман, да Это 14 тысяч евро Да Ну то есть представьте, разбейте это на 12 месяцев И вы получите зарплату клерка в Райфвайзенбанке А не гонорар одного из самых крупных российских писателей современности Поэтому да, в России книгами прожить можно только если писать часто Писать хорошо и популярно Писать и переводиться на другие языки Писать и экранизироваться И все равно Rolls-Royce у вас не будет Не знаю, почему сегодня у меня прям этот Rolls-Royce как-то Это не то, чтобы ты был спонсор нашей программы Навязчивая идея какая-то, простите Да, ладно Продукт-плейсмент нарисовался То есть это в любом случае не позволит вам никакой особенно роскошной жизни С этим надо смириться Да, разумеется, конечно Но очень многие писатели читают лекции Совмещают это с тем, что работают для кино Словом, как и все Хочешь жить, не так раскорячишься У нас еще один звонок Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Мне 81 лет, скоро будет 82 Я попал в Латвию на 3 года В 60-х годах, слушайте Вот уже 3 года растянулись на 60 лет Но это не важно Яна, дальнейших вам творческих успехов Всего самого наилучшего И всего-всего исполнения всех желаний Извините, я вам прочитаю стих Нет, простите, пожалуйста, мы не можем У нас очень мало эфирного времени осталось Хорошо, до свидания Нет творческих успехов Спасибо вам большое Спасибо Яна, просто живите с мыслью, что вам посвятили стих Очень приятно Я бы, к сожалению, не можем его зачитать Но я уверена, он прекрасен Кризис 2008 года Он вас действительно подкосил Потому что компания, в которой вы работали Она закрылась Надо что-то делать Надо как-то жить дальше Как вообще происходил этот переломный момент? То есть вы оказались на каком-то распуте Что делать, как жить Но при этом вас муж довольно хорошо поддержал Насколько я понимаю Да, конечно, конечно Да, разумеется Дело в том, что 2008 был не первое Такое экономическое потрясение Которое по нам очень сильно ударило У нас до этого был 98 Когда был дефолт И очень многие разорились Очень многие остались без работы И я в том числе До этого у нас была Павловская реформа Тоже еще лет за 8 до этого и так далее То есть это цикличный процесс Скоро вы привыкнете Мы уже привыкли, мне кажется Да, мы привыкли И, в общем, понимаем, что расслабляться нельзя Если как-то вот эти часы Или календарь переворачивается Где-то 7-8-9 лет Значит, цикл подходит к концу И скоро опять разразится какой-нибудь гром Но надо сказать, что я, разумеется, не рассчитывала И мне никогда в жизни не пришло бы в голову Представить себе, что это будет какая-то карьера Да, действительно, после того, как я написала Вон Гозера Я с тех пор уже 8 лет делаю только это Я только пишу и все Но так могло и не произойти Да, то есть этого могло не случиться И когда я писала книгу Я ее писала не в расчете на то, чтобы прославиться И немедленно стать известной и богатой И придумать себе такую Нет, просто я писала книгу А муж поддержал меня, благодаря ему Я могла потратить на это больше времени Чем если бы мне при этом пришлось ходить на работу У вас три крупные литературные премии Две премии – это национальный бестселлер Нет-нет-нет, это номинации только Номинации? А премии сколько? Нет, я не получила главной премии То есть все мои книжки выдвигались на большие Где-то рядом ходят вокруг премии Национальные русские книжные премии Но я пока ни одной не получила И возможно и не получу Ну, помните, мы говорили о Нобелевском комитете Премия – это очень приятно Премия – это очень престижно Премия – это очень почетно Но это не самоцель Ну, правда То есть было бы странно из-за этого переживать Вот серьезно Сказала Яна и заплакала И заплакала И заплакала Руками Руками Русский язык – это же не ваш родной язык Почему родной? Родной язык Но вы долго жили еще тогда в Чехословакии Нет, тоже неправда Давайте расскажу Давайте сейчас исправлять Фактологические ошибки Google Моя мама чешка Поэтому Ну, я родилась в Москве Мама приехала учиться в Советский Союз В конце 60-х годов Она учила русский язык и литературу В Московском педагогическом университете Мой папа московский Ходил туда играть на гитаре В общежитии для иностранных студенток Очаровывал иностранных Иностранных студентов Да, и вот моя мама очаровалась И в итоге я через какое-то время появилась на свет И я родилась в Москве И всю жизнь там живу Русский мой родной язык При этом, ну, я двуязычная То есть половина моей семьи живет в Чехии Я знаю чешский Говорю на нем без акцента И только что как раз вышел перевод Кто не спрятался на чешский язык Я была там, представляла книжку И впервые в роли писателя Ну, то есть это было отдельно Мне только очень жалко Что мои бабушка с дедом чешские не дожили До момента, когда я могла бы подарить им свою книгу Переведенную на чешский язык Вот это очень жаль Но у меня есть и латышские корни И литовские Например, сегодня вечером я поеду встречаться Со своими троюродными сестрами Которые живут в Риге У меня здесь довольно много родственников Поэтому и на латышский, кстати, вонгозеро переведено И на литовский переведено Мне осталось из языков, которые относятся к моему происхождению С монгольским как-то разобраться И тогда вот гештальт закрыт Нет, монгольских корней у меня нету Но вот на иврит, если бы еще перевели Тогда уже все точно исторические родины были бы закрыты Закрытка литературная Вы очень мастерски владеете языком Потому что я читала, например, как раз «Кто не спрятался» И меня как раз поразило вот это владение словом Которое сейчас очень редко Потому что если мы говорим о литературных рабах Мы понимаем, что никто там сильно напрягаться-то и не будет У них времени нету У них нет на это времени, конечно А тут вот 4 года, да? За 4 года можно и не такое завернуть Ну да Но вы сами чувствуете, что это какой-то ритм Это какой-то слог Как вы сами воспринимаете свой текст? Потому что я, например, как пишущий журналист Я могу понимать, что мне нужно текст почистить То есть ты его там причесываешь периодически Вот эти слова меняешь У писателя это вообще глобальный труд Как вы это делаете? С большим трудом Поэтому это очень долго Потому что вы знаете, что вы хотите сказать Но для того, чтобы услышать, как это должно быть сказано Вы должны это 80 раз написать, стереть Поменять слова местами Подобрать другое слово Потом все это стереть, заплакать, порвать Выбежать из комнаты, вернуться Сесть еще раз Смотрите, такой сценарий Бог сейчас возник Да, да, разумеется То есть это, в общем, процесс невероятно мучительный И он занимает большую часть времени Не что, а как Как написать Бывает только что ночью вскакиваете О, точно, надо вот это вот убрать отсюда Здесь запятую поставить И прям огонь Слово может прийти в голову, да В самый неожиданный момент Иногда даже полезно притвориться Что ты не придумываешь ничего Вообще не думаешь И отправиться мыть пол Отправиться мыть пол или мыть посуду Сделать вид, что ты не занят этой работой И потом ты бросаешь швабру, мчишься И быстро записываешь эти четыре слова Но это же такой азарт Вот вертится на языке Где-то в воздухе летает это слово, которое надо использовать И оно никак не приходит Мне кажется, каждому знакомо Когда вы не можете вспомнить Это же этот, говорите вы Ну как его, да Вот такая, длинными волосами Да-да-да, вот этот актер Он еще играл, помнишь, где И вот этот момент Представьте себе Вы испытываете это мучительное состояние Щекочущее Каждый раз, когда вам нужно найти слово Оно там одно единственное Может быть только в этом месте Другое не подойдет И поэтому, да Это вот такой процесс Тяжеловато Что сначала Обед по расписанию Потом работа Или Ну сначала мы по литературе А потом будем спасать мир Как процесс происходит? Я живу в деревне У нас большой деревянный дом У нас сад У нас собаки большие У нас Ну словом такой В общем какой-то быт Часто писательский быт Чтобы никто и ничто не мешало, да? Ну как вам сказать Если у меня не помыт Не вымыт пол То мне что-то мешает Поэтому мне сначала Разумеется Нужно привести мир в порядок А потом я уже сажусь И занимаюсь Когда я заслужила уже То, чтобы сесть работать Вот тогда я могу сесть и работать Поэтому пишу я Преимущественно по ночам Вот желательно Чтобы все уже спали Чтобы было тихо Я еще очень много говорю вслух И это ужасно глупо выглядит со стороны А вы с чем разговариваете? С компьютером разговариваете? Я произношу Я бубню, да? Я произношу вслух Вот вы задали вопрос про ритм Что у текста должен быть ритм Очень часто не получается Правильно построить фразу Если вы ее вслух не произнесете Причем много раз, боже мой И вы выглядите как сумасшедший человек Который то ли репетирует Или гамму какую-нибудь На-на-на-на-на Вот это все Это достаточно безумное зрелище А вы можете ходить по квартире Там вытирать пыль Ну иначе он ему говорит А нет, это плохой диалог Что ему такое Нет, нет Только сидя за компьютером Мы должны видеть фразу Но не так это и сумасшедшую Мне не хочется, чтобы меня застукали За этим занятием Поэтому я стараюсь Я иногда говорю Слушай, мне надо побубнить Он говорит, ладно, все, я пошел Хорошо Ну потому что это неловко, правда И уходит на неделю Потому что пока там На четыре года Пока роман добубнится Сложно ли отпустить свою книгу Своих героев Которые тем более рождались так долго И так мучительно В свободное плавание Вот отдать эту книгу читателю Отдать этого героя читателю И потом сесть Вроде как Как ребенок из дома уехал Я не чувствую этого никогда Вот мне кажется Мне наоборот Очень хочется наконец Уже с кем-нибудь об этом поговорить Потому что текст К которому ты сидишь четыре года Он тебя начинает Постепенно сводить с ума Он тебя Ну как-то Ты уже одержимый такой становишься То есть тебе уже Его надо куда-то отдать Вот я его отдала Этот свой третий роман И потом Я почувствовала огромное облегчение Это, к сожалению, ненадолго Потому что через какое-то время Ты понимаешь, что тебе надо Уже садиться и делать что-то еще И начинается все это безумие Заново с другой истории Но ты хотя бы с этой уже развязался Уже все Уже там ты ничего не должен Поэтому я наоборот И слава богу Идите, дорогие герои Займитесь там чем-нибудь Уже сами без меня Хочется ли что-то потом поправить? Всегда Я всегда шучу Я всегда шучу Что когда я вижу человека С Вон Гозером в руках Это моя самая первая книжка Хочется вырвать у него из рук Сказать минутку Подождите, я сейчас быстро все перепишу И вы потом будете читать Попробуйте где-то так сделать Он будет польщен У него будет комментарий самого автора Здесь вот это мы выбрасываем А здесь слово поменяли Да не побили бы Дело в том, что писателей Никто не знает в лицо Вот так броситесь у кого-нибудь На улице книжку свою отбирать Или в метро, да? Какой пиар, Яна Какой пиар Да Писатель Яна Вагнер Значит подралась со своим читателем В метро Из-за книги Из-за своей же книги Из-за своей же книги Вы считаете себя сами писателем? Да В какой момент это пришло? Сразу Объясню То есть вы написали первый пост в ЖЖ И подумали, ну все, писатель Все, все Дело в том, что у меня нет по этому поводу Вот этих сомнений Я понимаю, о чем речь Очень многие писатели Говорят, не надо меня так называть Я еще не готов так называться Синдромом самозванца Да, у меня с синдромом самозванца У меня все в порядке Он у меня огромный Загораживает горизонт Дело не в этом Дело в том, что я не сакрализирую само понятие Писатель – это просто человек, который написал книгу Вот вышла у вас книга, все, вы писатель Другое дело, что вы можете быть плохой писатель Начинающий, плохой Вы можете быть графоман Вы можете быть здарность Кто угодно вы можете быть Яна, перестаньте сейчас Рассказывать ваши внутренние мысли Когда вы читаете свою книгу Вот это, кстати, тоже вопрос Потому что вы как-то сказали о том, что вы не делите Литературу на жанры То есть есть просто хорошие книги и плохие книги Хороший писатель и плохие писатель Куда вы себя причисляете? Я очень надеюсь стать хорошим Но мне до этого далеко Объективно далеко Я знаю, что бывают моменты, когда я собой довольна Но это довольно быстро проходит И каждый уже законченный текст Примерно через год начинает казаться неумелым Ну, то есть мы меняемся Что-то такое все-таки хочется, сказать, усложнять Знаете, вот эти, как Так называемые 10 тысяч часов, которые нужно потратить На то, чтобы добиться Вы знаете, тоже не актуально Британские ученые все сказали неправильно Выдыхайте У меня к британским ученым очень много вопросов, кстати Они еще не отчитались там за свои предыдущие заявления Но, тем не менее, можно вылезть После того, чтобы сказать, что 10 тысяч часов не считаются Книга есть, писатель? А отзывы хорошие Значит, вы хороший писатель Ну, нет Дело в том, что нужно в первую очередь Чувствовать удовлетворение самому А вот с этим очень сложно Человек, который полностью доволен тем, что делает Скорее всего, увлекся собой Оторвался от реальности И очень скоро, очень больно шлепнется Поэтому увлекаться этим нельзя И ни самовлюбованием Ни самовлюбованием Нужно каким-то образом Стараться поддерживать объективность Лучше себя ругать сильнее Требовать от себя больше Лучше жалеть себя поменьше Для того, чтобы не расслабляться Поэтому Может быть, четвертый роман будет лучше, чем третий А пятый будет лучше, чем четвертый А может же пойти и в обратном направлении Никто не знает Очень так оптимистично Вы как раз говорили о том Отвечая, кстати, на звонок нашего слушателя Почему вы пишете И вообще, почему люди пишут Давайте сразу такой, знаете, наивный, абсолютно детский вопрос А зачем читать? Не конкретно Не вообще То есть я знаю, что вы, например, читаете много Я просто ем книжки В отличие от того, что вы очень медленно пишете Но очень быстро читаете Правда Во-первых, много это сколько И второй вопрос Вот зачем? Зачем современному человеку читать? Затем же, зачем было ему читать Там сто лет назад или двести Да, я понимаю, что у нас теперь У книг появилась конкуренция Мы получаем информацию не только из них Даже не информацию Это вот я неправильно сказала, глупое слово Из книг, как и из кино Как и из музыки, из живописи Из любого искусства Мы получаем опыт Мы получаем эмоции, впечатления и опыт Книги в этом смысле наиболее щедры Потому что они позволяют нам пользоваться собственным воображением Мы читаем для того, чтобы пережить вещи Которые в своей собственной частной жизни Нам, скорее всего, пережить не доведется И чаще всего, к славу Богу, да Что не доведется Потому что, как правило, мы читаем сильные драматические истории И это позволяет нам пожить чужой жизнью В рамках одной нашей Это уникальный подарок огромный Если книга написана прекрасно Она вас затянет И вы поживете другим человеком побудете Примерите его на себя Это подарок, правда Вот за этим мы и читаем Сколько книг вы за год прочитываете? Ну, я читаю не только глазами Я еще и слушаю очень много Потому что все время, пока я занята какими-то делами Я слушаю книги Я даже, когда хожу за грибами в лес У меня в ушах наушники И я тоже слушаю книги Поэтому у меня получается где-то Одна-две книги в неделю В зависимости от того, большие это книги Или маленькие Некоторые бывают очень толстые Знаете, например, сколько занимает Часов аудиоверсия Война и мира Я ее прочитала второй раз Когда уже в сознательном возрасте читала За две недели Но у меня тогда не было машины Поэтому я везде ездила и читала эту книгу Мне кажется, просто 24 на 7 ее читала Сколько часов? Можно представить 82 82 часа В среднем аудиокнига От 5 до 12 часов 12 это уже очень большой роман Так вот, Война и мир Это 82 часа А что они с французским языком сделали? Перевели? Чтец Нет, чтец читает Фрагменты французские А затем Все-таки читает сноски Вот поэтому так долго Так было бы 76 Это все французский язык Мы, к сожалению, должны заканчивать У нас в эфире была прекрасная писательница Яна Вагнер Я напоминаю, что 16 ноября То есть завтра в 6 часов вечера В книжном кафе «Полярец» на Аеретю Три Будет встреча с автором Можно задать вопросы Будет презентация новой книги Наш эфир продолжается Но передача, к сожалению, заканчивается Хорошего дня Спасибо большое Всего доброго